Всем привет! С вами ВКИНО! Сегодня мы разберём сюжет фантастического триллера 2008 года – Носители. Ужасный вирус вырвался в наш мир. Убивающий людей в страшных муках, он моментально распространился воздушно-капельным путём и уничтожил почти всё население планеты. Четверо друзей – два брата, Брайан и Дэнни, девушка Брайана Бобби и подруга Дэнни Кейт – едут на угнанной машине к месту под названием Черепаший пляж, где собираются дождаться конца эпидемии. Ребята держатся в стороне от федеральных трасс, которые таят в себе наибольшую опасность. Дорогу компании перегораживает другая машина. В ней Фрэнк Холлоуэй и его дочь Джоди. Брайан сразу закрывает все окна. Фрэнк просит бензин в обмен на пищу и воду. Ребята срываются с места, а разозлённый Фрэнк успевает ударить ключом по стеклу тачки. К сожалению, объехав препятствие, они пробивают большим камнем картер двигателя и машина глохнет. Дэнни и Бобби предлагают договориться с Фрэнком, хотя Брайан и Кейт уверены, что это очень опасно. Выбора нет – четверо друзей берут канистры с бензином и возвращаются к отцу с дочкой. Брайан угрожает Фрэнку пистолетом и требует отдать машину. Однако Холлоуэй сообщает, что учёные неподалёку открыли фармацевтический центр, где с помощью новой сыворотки успешно лечат заражённых. Дэнни приходит в голову идея – они садят отца с дочкой в багажник, изолируют плотной плёнкой и дезинфицируют салон машины. Ребята забирают припасы из своей машины, а Дэнни хватает фотографию с братом из детства. По дороге Бобби играет с Джодди через плёнку, Брайан начинает потрунивать над Бобби, получает по лицу и машина едва не слетает в кювет. Фрэнк опирается на плёнку и наверху появляется небольшое отверстие. Кейт в ужасе выбегает из машины. Дэнни следует за ней, двое замечают тачку, съехавшую с дороги. Братья хотят слить с неё бензин, вот только за рулём они обнаруживают тело заражённого. Дэнни тянется за ключом, так как бензобак закрыт. Водитель испытывает страшное мучение, но всё ещё дышит. Парни сливают бензин и быстро уезжают. Вечером ребята решают остановиться на ночлег. Пока Брайан и Бобби уединяются, остальные общаются у костра. Дэнни рассказывает, что они едут на черепаший пляж, где часто отдыхали в детстве. Там не бывает людей и можно безопасно дождаться окончания эпидемии. Ребята замечают джип, который догоняет легковую машину и быстро тушат костёр. Из джипа выскакивает вооружённый мужчина и расстреливает водителя легковушки. Утром компания проезжает мимо расстрелянного мужчины с табличкой на груди. Заразу принесли желтоморды. Вскоре они приезжают в опустевший город. Тела заражённых здесь утилизировали, поместив плотные пластиковые пакеты. Ребята добираются до школы, где открыт центр помощи инфицированным. Бобби решает остаться с Джоди, пока остальные исследуют здание. Ребята находят помещение, где с группой детей работает единственный выживший врач и спрашивают его про сыворотку. Доктор объясняет, что вакцина действует только три дня, и зараза снова возвращается. Ребята в шоке, узнав, что врач собирается помочь детям быстро уйти из жизни, чтобы избавить их от страданий. Фрэнк умоляет спасти их и Джоди, но доктор отвечает, что это бесполезно, есть только возможность менее болезненной смерти. Фрэнк понимает, что дочь ему не спасти. В это время Бобби играет с Джоди. Когда малышка начинает задыхаться, девушка срывает плёнку, чтобы ей помочь. Джоди кашляет кровью и попадает в лицо девушке. Когда остальные выходят на улицу, Бобби быстро возвращает плёнку на место. Фрэнк видит, что ослабшая дочь лежит на полу машины. Джоди хочет в туалет, и отец просит дойти её самостоятельно. Однако от слабости малышка сразу падает. Фрэнк подхватывает её и несёт на руках, попросив попутчиков дождаться их. Брайн думает иначе. Он приказывает остальным запрыгнуть в тачку и жмёт на газ. Пока ребята обрабатывают машину, Бобби незаметно выбрасывает окровавленную куртку, чтобы остальные не узнали о её возможном заражении и не бросили здесь умирать. Компания решает остановиться на ночь в шикарном отеле. Брайн осматривает бассейн, натыкается на тело заражённого и чуть не падает в воду. К счастью, брат помогает ему забраться наверх. Брайн вылетает из машины для гольфа и просит Бобби помочь ему подняться. Девушка подаёт клюшку вместо руки, боясь заразить друга. Однако парень не решает поиграться, притягивает и целует Бобби, приводя её в бешенство. Компания решает поразвлечься и бьёт стёкла в нескольких номерах гостиницы, не зная о том, что они служат убежищем для другой группы выживших. Ночью Дэнни и Кейт замечают свет фонариков и слышат голоса в холле гостиницы. Они убегают на кухню, хватают ножи и пытаются спрятаться. Заходит вооружённый мужчина в защитном костюме, обнаруживает пропажу ножей и быстро захватывает в плен незнакомцев. Брайн на улице замечает человека в защитном костюме, нападает на него и срывает маску. В этот момент из дверей выходит ещё несколько человек. Они держат ребят под прицелом и вынуждают Брайана сдаться. Незнакомцы обвиняют ребят в убийстве Ларри, тело которого плавало в бассейне. Они вилят девушкам раздеться. Обнаруживают следы заражения на теле Бобби и приказывают компании немедленно убираться отсюда, отобрав при этом почти все запасы бензина. На следующий день ребята идут в сильном напряжении из-за заражения Бобби. Кейт просит Дэнни поговорить с братом, чтобы высадить девушку. Дэнни пытается начать разговор, но Брайан и сам всё прекрасно понимает. Девушка умоляет не выгонять её, но решение уже принято. Брайан оставляет немного припасов и уезжает, несмотря на рыдание Бобби. Вскоре у троих выживших почти заканчивается бензин. Брайан замечает машину и перегораживает дорогу, не позволяя ей проехать. Дэнни видит, что в машине сидят две женщины, и пытается в одиночку договориться с ними насчёт бензина. Однако они отвечают, что сами на нуле, и собираются уехать. Неожиданно Брайан выхватывает пистолет и расстреливает женщину за рулём. Он приказывает пассажирке вылезти из машины, но та стреляет парню в колено. Брайан палит в ответ и убивает женщину. Кейт спокойно идёт сливать бензин с машины. Брайан берёт канистры, чтобы присоединиться к девушке, однако на него налетает шокированных хладнокровными убийствами Дэнни. Старший брат прижимает парнишку к машине, обвиняет в лицемерии и кричит, что ему приходится выполнять всю грязную работу, чтобы они выжили, пока Дэнни сидит в сторонке и рассуждает о моральных ценностях. Младшему брату нечего ответить. Он берёт канистру и идёт за бензином. Трое продолжают путь. Кейт приходится сесть за руль из-за ранения Брайана. Они решают проникнуть в первый попавшийся дом, чтобы найти лекарство и обработать рану парня. Все окна и двери заколочены, кроме одного окошка на втором этаже. Дэнни забирается внутрь, где видит заражённую старушку с ружьём, умершую прямо в своём кресле. Парень слышит шум снизу, а когда спускается, то с отвращением замечает большую собаку, пожирающую тело другого заражённого. Дэнни хватает антибиотики с тумбочки, случайно привлекает внимание собаки, и разъярённый пёс бросается на него. Парень отбивается и выстрелом убивает зверюгу. Он выходит на улицу весь измазанный в крови пса. Дэнни обрабатывает рану брата и замечает на второй ноге следы заражения, которые тот получил, поцеловавшись с Бобби. Парень рассказывает об увиденном Кейт, но не решается бросить брата. Трое снова выезжают на дорогу, изолировав Брайана в багажнике. Ближе к ночи ребята решают заночевать у костра под открытым небом. Брайан забирает ключи от машины, чтобы парочка не уехала без него. Вскоре совсем ослабший старший брат засыпает. Тогда Дэнни незаметно вытаскивает у него ключи и пистолет. Однако Брайан сразу приходит в себя и просит не бросать его, а парочка понимает, что он подменил ключи от машины. Старший брат не хочет умирать мучительной смертью и провоцирует Дэнни расстрелять его. Парень сжигает тело Брайана и навсегда прощается с ним. Двое садятся в машину и вскоре добираются до Черепашьего пляжа. Дэнни вспоминает старшего брата и понимает, что без него это место никогда не будет прежним. Как вам фильм-носители? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч!